Всем привет! Сегодня урок по Эдиту. Сегодня покажу три способа, как можно подкрутить нашу картиночку. У нас имеется картинка, над которой я уже работала, то есть у меня как бы помимо слоя фон, где я все чистила, нет, не я чистила, а другой человек чистил, но все равно. У нас еще есть слой японский и слой английский, но в принципе как английский расположен, так как бы не особо важно, потому что мы с него просто перевод берем. У нас есть слой английский, у нас есть слой японский, есть слой без букв и есть слой уровней, который я еще почищаю немножко, то есть как бы сверху уже почистка уже закончилась, а снизу еще черненький смеялось почищать. То есть в принципе если я вдруг как бы тут накосячу с чисткой, то мне нужно будет слой японский, чтобы это дело восстановить. Так вот получается, что мне нужно будет подкрутить все вот эти три слоя. Раз, два и три слоя, им нужно все одновременно подкрутить. Как это можно сделать? У нас есть инструмент первый способ, это по-прочему инструмента рамка. Инструмент рамочка у нас находится вот тут вот, когда мы на нее нажимаем, то наша картинка превращается вот в такую вот штукинсу, да, то есть как бы по краям такой пунктир и плюс еще такие вот уголочки. Мы можем задать область, которую мы хотим определить в рамочку, допустим, вот эту вот такую область. Либо мы просто, либо же мы просто-напросто берем, хватаемся за уголочки и тащим в ту область, какую как бы нам хочется сделать нашей картиночкой. Нажимаем клавишу Enter, чтобы изменения вступили в силу и вуаля, наша картинка стала теперь вот такой. У меня почему-то лагает компьютер, не знаю почему. Вот, значит, вот такая у нас стала картиночка. Где моя мышка? Опять не вижу. Ой, лагает компьютер сильно. Так, давайте на одно действие назад. Сейчас, сейчас, отлагает немножечко компьютер. Вот, кажется, отлагался. Вернемся на действие назад, потому что нам это делать пока что так не нужно. Так вот, помимо того, что мы можем определить кадр наш, да, размер картинки, мы можем также подкрутить этот наш кадр. Для этого берем инструмент вот эта рамочка, нажимаем на нашу картиночку и когда мы перетаскиваем курсор мыши за рамку, вот сюда, да, то мы видим, что наш курсор превращается в такую, как бы, стрелку изогнутую. И если мы нажмем клавишу мышки, мы можем это дело подкручивать. То есть мы возюкой мышкой туда-сюда с нажатой клавишей, с левой нажатой клавишей и мы можем это дело подкручивать. При этом у нас появляется также еще разметная сетка, да, вот эта вот. И мы по этой разметной сетке можем сравнить нашу горизонтальную, наши горизонтальные и вертикальные линии. Допустим, мне нужно, чтобы вот эта вот рамочка, вот эта была чисто по горизонтали стояла и вот эта паузка по вертикали. И я вот пытаюсь, как бы, сравнить с ним вот это вот, вот эту вещичку, ну, как вот эти наши рамочки и линии. Примерно вот так должно это дело быть. А тут, смотрите, тут у нас получается, что вот так вот я выровняла наш слой, наш картиночку, наше изображение. И вот здесь внизу, видите, у меня как бы кусок картинки вылез за рамку. Если я прямо сейчас нажму клавишу Enter, я хочу показать, уделить внимание тому, что здесь сверху написано. У меня стоит галочка на функции удалить отсеченные пиксели. Если я прямо сейчас нажму на Enter, вот эти пиксели, которые у меня там за рамку были, они у меня удалились полностью. То есть, если я сейчас снова нажму рамку и потащу туда вот вниз, вы увидите, что тут уже пусто. То есть, все, что было здесь, просто-напросто отрезалось и удалилось в небытие. В небытие. Такое нам делать нежелательно, потому что на сверху, как бы, пустое белое место, в принципе, можно было просто-напросто на верх немножко подтянуть, да, как бы, и получилось бы хорошо. Но, опять-таки, надо смотреть более четенько, более внимательно. Так, вернулись назад, секунду, вот так вот вернулись назад. Снова кликаем рамочку нашу, убираем вот эту вот штукенцию отсечения пикселей, подкручиваем, как нам нужно, вот таким вот образом примерно, да. Смотрите, кстати, почему мне еще эта рамочка не нравится, потому что я, допустим, хочу подкрутить буквально на, видите, там у меня около курсора теперь появились, как бы, эти градусы. То есть, 6 и 7 градусов, 9 и 9 градусов, 14 и 9 градусов. Если стоит, допустим, минус, то мы, значит, против часовой стрелки крутим. Если стоит 0,0, это, значит, мы, как бы, ничего не изменили при нашем подповороте. Если я чуть-чуть хочу поменять, допустим, мне нужно буквально малюсенький, как бы, кусочек-то поменять, ну, там, на 0,2 градуса. Я один раз мышкой двигаю, вот, чуть-чуть, опа, и он сразу 0,6 стал. То есть, я хочу 0,2, допустим, поставить, а он 0,6 поставил мне. Негодяй такой, да, нехороший. И вот этот вот мне, как раз, я здесь не нравится, потому что здесь он слишком большие, как бы, эти цифры, большие скачки делает. Если мы вот здесь около рамки пойдем так тащить, то он еще больше вот эти скачки будет делать. То есть, допустим, уже не 0,6, а, упс, упс, а нет, 0,6 все равно, да, получается. Короче, если мы пойдем немножко подальше мышку, то он будет поменьше вот эти шажки вот эти делать немножко, да, там, 5,7, 5,6, видите, по 0,1 градусу примерно. В принципе, вот так вот можно пытаться сделать, нет, не получается. У меня вот либо 0,0, либо сразу 0,7. Накручено маленькие такие, типа, почему-то он не хочет меня крутить, но, в общем, это и есть, как бы, такой небольшой минус вот этого способа подкрутки. Так, на чем я остановилась? Так вот, значит, мы, значит, убрали вот эту галочку, и теперь вот эта вот область, вот эта, которая тут внизу находится, она у нас останется. То есть мы нажимаем Enter, мы видим, что наш слой фон, который был зафиксирован, он превратился в обычный слой, самый обычный слой, и мы этот слой можем немножко передвинуть наверх, вот так вот, и при этом наши пиксели, которые здесь были, они у нас никуда не делись, они так же и остались. Единственное, что у нас, видите, вот тут вот получается пустое место осталось, вот это вот, да. Можно сделать следующим образом, чуть-чуть назад, снова включаем инструмент рамочка, где у нас рамочка, и вот эту вот, как его, вот эту штучку нажать, с учетом содержимого. То есть мы эту рамочку сдвигаем чуть-чуть пониже. Пссс, не то нажало, секунду, извиняюсь. Господи, как, как тебе пониже-то? А, ну отсюда мы немножко вниз убираем, а здесь немножечко вот так вот делаем. И у нас есть, поставили галочку, галочку с учетом содержимого. Теперь нажимаем, то есть у нас, как бы, тут по идее дырка, да, мы нажимаем Enter, и Photoshop сам придумывает, чем заполнить вот эту самую дырочку. Конечно, бывает он довольно-таки кривенько это делает, да, но все равно как-то, ну, с этим как бы можно жить. Допустим, здесь ноги у нас, да, ноги у нас такие кривые быть не должны, но, в общем, да. Ну, в общем, вот эти вот заполнения с учетом содержимого делайте на свой страх и риск. Допустим, я такого делать сейчас не хочу точно. Вот, значит, что тут еще, что тут еще, в чем у нас фишка. Я, допустим, здесь скорее всего сделаю вот так, ну, как бы, уберу вот эту галочку с учетом содержимого, просто-напросто подключу свою картиночку, просто-напросто ее поставлю повыше, и вот этот кусочек, который мне не хватает, я потом сама этим какого-то штампиком дорисую его внизу. Вот, это раз способ был, да, сколько я уже про первый способ рассказываю? 7 минут. Давайте на это пока что закончим первый способ. И во втором видео я расскажу еще про второй способ и про третий способ. Вот этот первый способ я не очень люблю им пользоваться. Почему? Потому что, ну, вы только что это дело увидели. Почему, да? То есть, как бы, во-первых, подкрутка какая-то такая кривовастенькая получается. Плюс ко всему, когда мы начинаем крутить вот этой рамочкой, да, у нас разметная сетка довольно-таки с большими расстояниями имеется. То есть, допустим, от этой до этой линии у нас большие такое, большие расстояния. Чтобы более четко как бы подкрутить, нам нужно побольше вот этих линий бы. И как это лучше, четче сделать, это будет у нас во втором примере, во втором способе, как подкручивать картиночки. Так, и последнее, что здесь, наверное, хочу сказать, то, что при вот этом вот, секундочку, при вот этой подкрутке у нас подкручивается не только слой в фон, да, у нас подкручивается абсолютно все. То есть, подкручивается и слой японский, и слой вот этот вот моей уровни, и даже слой этот английский, который, в принципе, мне не нужно было подкручивать, но все равно он подкрутился. То есть, было вот такое, вот такое, да, и стало вот такое. Все подкрутилось, все абсолютно слои вместе взятые подкручиваются одновременно. Так, на этом пока что первый способ закончили, и сейчас будет видяшка про второй способ.